Интервест Юнайт Иншурненс Брокерич – это индивидуальный подход к каждому клиенту и высокий уровень обслуживания. Звоните 718-645-0001 или приходите 703-эвеню в Бруклине. Кстати, именно Интервест Юнайт Иншурненс является страховыми брокерами нашей радиостанции. Номер телефона еще раз – 718-645-0001, 718-645-0001. Дипломатический скандал между США и Канадой, ты не поверишь, стал сегодня в фокусе, появился в фокусе внимания, и это прям неожиданно. И все дело, короче, завязано вокруг знаменитой, известной программы «Нексус». Знаешь такую программу? «Нексус»? «Нексус». 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 Нет, не слышал. Ну, такая программа, которая дает тебе карточку. И с этой карточкой, когда ты едешь в Канаду или из Канады в Америку, тебя фактически все линии проходишь вообще. Ты объезжаешь любую очередь, и тебя не вызывают на повторный досмотр, тебя фактически не досматривают. Для того, чтобы такую карточку получить, надо пройти серию интервью с агентами на границе. И для этого существует процессинг-центры. Всего-сего на сегодня же день где-то миллион шестьсот тысяч людей, которые этой карточкой обладают. В основном они канадцы. Потому что американцам проще выезжать в Канаду, чем канадцам в Америку, потому что Америка все-таки немножко более, как бы это сказать правильно, немножечко больше сдвинута на безопасности, чем Канада. И процессинг-центры в основном, основная нагрузка на эти процессинг-центры по этим карточкам, да, они, естественно, в Канаде. Потому что большая часть канадцы, и надо карточки не только получать новые, но также заниматься обновлением, то ренюву, понимаешь, тоже такая вещь. И вот момент, значит, когда пандемия все закрывала, все уже прошло, ограничения, связанные с пандемией, фактически сняты, при этом процессинг-центры не укомплектованы американскими сотрудниками, так как должны быть, по причине того, что канадцы, Америка запросила у Канады, потому что эти агенты же, они работают на канадской территории, им нужна определенная легальная защита, потому что они имеют право, эти все, это американские агенты, они, в принципе, имеют право любого подозрительного задерживать. Это может происходить в любом месте, да, на границе, и внутри Канады тоже. Если вдруг они видят кого-то, кто пересекает из США границу в Канаду, понимаешь, например, да, и они видят, что он подозрительный для них, они могут его задержать, и они на канадской территории это делают, и они не должны иметь никаких проблем с канадским законодательством. Понимаешь, да, идея? Ну, так, представляю. Да, понимаешь. Значит, на сегодняшний день очередь, бэклак, примерно 330 тысяч аппликейшнс, да, за заявление на получение этой Нексус-карты новой, я уже не говорю про обновление этой карты. Ну, канадская, короче, от дипломатического канадского ведомства выступила женщина и сказала, что, смотрите, ребята, американцы не понимают, что то, что они запросили, требует очень серьезной, как бы, работы юридической, мы должны ее проделать, она большая. Это не такая, это не small method у нас, да, это непростая вещь, это не просто заколючку где-то там поставить и разрешить, и сделать больше, это законодательная вещь, которая должна правильно проявить пропущено. Короче, все процедуры, связанные с законом Канады, с точки зрения закона Канады, должны быть соблюдены, это занимает время, ну, бюрократия, много чего. А Дэвид Коин, посол США, пропоздал США в Канаде, например, когда об этом во всем узнал, выступил и сказал, что, ребят, я не всем понимаю вообще, о чем тут идет речь, как бы, даже если это сложная задача. Значит, надо предпринять большее усилие, потому что очень много времени уже прошло, а до сих пор дело с мертвой точки не сдвинулось. Это впервые за многие-многие годы такой дипломатический рифт, да, спад между американцами и канадцами. Такого не было давно, это в открытое пространство вышло. Раньше, как бы, все вопросы всегда решались за кулисами, да, за, ну, Обама в 2014 году, по-моему, начал договариваться с Канадой про вот этот упрощенный, про этот Nexus систему. В 2015 году все это было финализировано, и все с того времени работало, с исключением пандемии, конечно. Основная часть, как я уже сказал, владельцев этой карточки, это канадские ребята, и для них это, для тех, кто занимается бизнесом в Америке и ездит в Америку на регулярной основе, наличие такой карты является ключевым моментом. То есть, понимаешь, я к чему все это рассказываю? К тому, что из таких маленьких вещей в итоге складывается ухудшение ситуации, ухудшение отношений. Я к тому, что вот я вот сейчас летом был в Канаде, например, да, несмотря на то, что они требовали заполнения этого аппа постковидного типа Canada, Canada App специальный, да, канадской пограничной аппликейшн, они не давали тебе, то есть ты по их правилам, ты не мог въезжать в Канаду, если ты такой в аппе не заполнил специальную анкету, или должен баркод с этой анкетой заполненный типа, да, который можно просканировать, показать на границе. Никто даже не смотрел. Но как бы они предупреждают, и стоят плакаты перед подъездом границы, что ты должен иметь этот баркод обязательно. Никто не проверял ничего. Ну, то есть, как бы система типа работает, но это для обычных людей в очереди. Я провел в очереди минут 25-30. А бывают дни, да, вот, например, когда я уезжал из Канады в Америку, огромная очередь, я провел примерно час в этой очереди, на машине, естественно. Вот, понимаешь, это, скорее всего, связано с тем, что система Nexus не работает, и все идут в одну очередь, получается. Понимаешь, она работает, но они не обновляют. Вот, что я хотел тебе рассказать. Ну, это, опять же... Ну, мне кажется, такая проблема, как бы, знаешь, сильно-сильно притянутая, потому что я не думаю, что у Канады есть какие-то шансы поссориться в США, вот, ну, за исключением каких-то сильно политически ангажированных каких-то вещей, которые им будут выгодны. А в большинствествах пока, ну, слушай, в контексте последних событий хочется, чтобы обезопасить от канадцев жизнь американцев. Почему? Да, в контексте... Ну, здрасте, на мужа ты пелось и напал. Канадец как-никак. А, канадец, да! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, нелегал из Канады, да, левак, я не знаю... Нелегал из Канады, как же нелегал? Они же въезжают сюда спокойно. Да, они тут могут приходиться долго. Ну, въезжают, но в это время пребывания он нарушил, поэтому он является illegal from Canada, то есть так его официально называют в средствах массовой информации. Ну, вот, причем, как бы, там, ты знаешь, такая очень покрытая мраком вся эта история, и никакой информации нам не распространяет ни ФБР, ни полиция. Ну, да ладно, пока, в принципе, понимаешь, если брать новости, то это, понимаешь, как со сумчаком унитаза. Закрывайте, откуда бояться больше опасности, изнутри или снаружи, то есть непонятно. То есть... А все эти нюансы, ну, слушай, я не знаю, мне кажется, слишком притянутая за уши история, потому что, ну, окей, ну и так можно, в принципе, пасть в Канаду и довольно-таки без проблем, даже без паспорта, а просто с водительскими правами, ну, любого штата практически на сегодняшний день. Это тебе, и тебе придется стоять в очереди. Я говорю про канадцев, которые едут к нам. Проблема-то на самом деле для них. Ну, я не знаю, Киев, ну, это прям проблема, но мы с тобой говорим, как бы, о вопросе, не знаю, полчаса и четырех часов. Это прям проблема. Ну, конечно, если у тебя бизнес, ну, вот, они приводят... Вот, смотри, они приводят сейчас, они приводят людей, которые имеют бизнес, да, например, чувак, который фотографирует, ну, фотограф, профессиональный оператор, да, он летел на самолет, и у него должна была быть продлена его Nexus-карта, она не была продлена. Почему? Потому что нет, не хватает людей, агентов американских, не хватает в канадских центрах по продлению. Короче, он его не смог продлить. Ему сказали, езжай на Niagara Falls, езжай, короче, на ту сторону, туда, на американской стороне, в процессе, в центре, там сделаешь. Он не успел. И он, значит, пытался улететь, и он из-за того, что его выдернули таможенники на второй досмотр перед самолетом, прямо перед самолетом, он на него опоздал. Он говорит, такого бы никогда не произошло, если бы я имел свою карту. Понимаешь? Это нарушает добрососедские отношения, это вызывает у людей... Это можете представить, человек, который собрался, как бы, который летел, летел по делам, даже не в отпуск, да, и он в итоге не попал на свой самолет. Это неприятный момент. И таких вещей много. Понятно, что это не... пока это не превратилось в большое событие, да? В любом случае, сама по себе ситуация в том, что вдруг в публичном пространстве канадские и американские дипломаты начинают ругаться, это не очень хорошо. Хорошо. И опять же, администрация наша, тут тоже на нее можно возвести определенный поклеп, потому что, ну, что это такое? Ребят, ну, как-то надо договариваться так, чтобы это не выходило в открытое пространство, и чтобы люди не страдали. Сотни тысяч людей не могут сделать то, что они должны, и то, на что они имеют право. Очень странная ситуация, на самом деле. И видишь, в публичное пространство вышло достаточно активно, и многие страдают. Это не... понимаешь, как очереди с канадской стороны обычно большие, это правда, я говорю, на себе испытал. Для того, чтобы их объезжать, нужно карточку иметь, а карточку нельзя сделать. Вот как бы вопрос. Понимаешь? Ну, в принципе, да, ты прав. Ничего такого уж прям очень-очень страшного не происходит, но потенциально можем. Вот примерно, что я пытаюсь сказать. Слушай, ну, это в очередной раз пока что у нас нет диалога, даже... Даже с Канадой, ты понимаешь? Даже с Канадой у нас нет диалога. Вот что удивительно. Да, поэтому это только все в одну копилочку. То есть деньги, которые выделяют на всякие зеленые адженды, может быть, стоит их выделить все-таки на лучшее образование наших министерств иностранных дел, чтобы они все-таки научились как-то вести диалоги, договариваться. Даже, и заметь, я уже не говорю о том, чтобы договариваться исключительно с собственной выгодой. У нас сегодня большинство договоренностей почему-то всегда сказывается негативно тех, кто договаривается. Причем с обеих сторон. Это удивительно просто, насколько это вот сегодня происходит глобально в мире на всем шарике. То есть вот чтобы ты вышел с какой-то сделки геополитической и все-таки, понятно, этот выиграл, один одна из сторон, но даже на сегодняшний день таких вот сделок я не вижу. Ну, посмотри. Должны выигрывать сделки все. Кто-то где-то, да, на что-то должен наступить, и в конечном итоге все остаются с такой, знаешь, небольшой горчинкой. Оскомены на лице. Оскомены, да. И ты понимаешь, что эта договоренность долго не продержится, потому что, ну, нельзя вставать из-за стола с таким чувством неудовлетворенности всеми. Ну да. Понимаешь? И это пугает. Это соседние страны. Что Канада, что Мексика, мы не можем договориться даже вот на таком уровне. Вот, понимаешь, об этом-то и речь. У нас проблема, мы вообще реально перестали договариваться даже с соседями, а уж тем более со странами, которые через океан. Диктовать зато мы умеем, а вот договариваться, по-моему, мы разучились. Вот проблема, да. Это пугает очень сильно. Ну ничего, все поменяем, все поменяем. Осталось недолго ждать. Субтитры сделал DimaTorzok